Добрый день, в эфире программа Путь Правды, меня зовут Дмитрий Подорожник и у нас в гостях ребята из Индии и Ирака студенты Донецкого Медицинского Университета имени Горького. Что подтолкнуло вас к решению получить образование именно в Донецке? Приехал сюда в 2007 году в советы друга, что здесь он посоветовал мне учиться и получить высшее образование. Насколько он мне сказал, что здесь самый лучший институт в Украине и здесь можно получить нормальное образование, как международное образование. Поэтому я сюда приехал. Скажите, а оправдались ваши ожидания в совете друга? Правдимым оказался? Да, на самом деле так и есть. Я как-то было тяжело, конечно, начало учить на русском языке, но как-то обовременно было все нормально. Я выбрал Донецкий национальный медицинский институт, потому что среди прочих вариантов, многих стран, в этом городе хорошее преподавание на английском, хорошая техника и аппаратура для образовательного процесса. И я буду очень рад обучению здесь и спасибо за это Донецкому медицинскому университету. У нас положительные надежды по поводу нашего университета, и мы никуда не хотим уезжать. Мы рады быть здесь и сделаем все возможное, чтобы так и продолжалось. Ну, во-первых, уровень образования, то, что было, будем говорить, там у нас, просто насчет уровня образования, что-то очень высший уровень образования. В свое время я тоже поэтому и Украину выбрал. Ну, конечно, это будут, как говорится, но единственное, что их еще будет напугать, вот именно, что военная или политическая ситуация в ДНРе. А так, я думаю, что это даже лучше, чем украинские образцы, это будут в мире больше котироваться и признаваться, чем украинские. Каким для вас был старт образования ДНР и события, которые сопровождали это образование? Да, насколько помню, это в конце второго семестра, на прошлом году, когда было в аэропорте «Сильный стрел». И когда начали люди, которые хотели защищать свои города в военной форме, да, вот туда поступили, да. Я думаю, да, это было, как-то, начало оформления ДНР. А на вас это как-то сказалось на учебе, скажите? Ну, в тот момент, мне кажется, нет, но как-то в дальнейшем, да, наши институты и руководство, да, все набереживали, поэтому пораньше как-то мы не заканчивали семестр, а постели пораньше. Но вы не испугались, вы не уехали, вы продолжали учиться? Нет, в тот момент, да, мы ехали, но я вернулся раньше, в августе. Вы не пожалели о том, что вернулись? Абсолютно нет. Насколько мы, да, любили наши институты, и насколько город, и я здесь жил тоже немало лет, семь лет, поэтому не пожалел я, когда вернулся сюда. Особенно, что хотел сказать, да, друзья уехали, переводили в другие места, а мне кажется, что этого не стоит, поэтому я остался здесь и думал, что надо продолжаться и заканчивать учебу здесь. Когда я приехал, я столкнулся со многими препятствиями. Недавно столкнулся с ситуацией, когда мне нужно было уехать из Донецка. С этим столкнулись не только студенты, но и просто жители города. Многие студенты, в частности наши товарищи, ушли из института, уехали из города, в связи с последними событиями, конечно. Но мы остались здесь, чтобы продолжать обучение, и очень горды таким решением. Мы любим этот город, мы любим людей, которые здесь проживают, и мы не хотим уезжать отсюда, как это сделали некоторые студенты. Мы здесь потому, что мы не боимся, уверены в том, что ситуация нормализуется, все будет в норме, и обучение станет еще лучше. Ну, на этот вопрос можно по-разному ответить, но я думаю, скорее всего, они просто отдыхают от событий, которые происходят у них на родине. Потому что на родине все значительно хуже и жестче, насколько я понимаю. Все верно. Да. На новом месте Донецкий медицинский университет эвакуировался из зоны боевых действий. Вуз переехал в Красный Лиман. Что удалось вывезти преподавателям и смогут ли учиться будущие врачи, выяснила Алексей Кузьмин. В этом месте Донецкий медицинский университет эвакуировал из зоны боевых действий. Вы же переехали до Красного Лиману. Что удалось вывезти кладачам и что смогут учиться будущие лекарства? Как вы относитесь к тому, что университет остался на территории ДНР? Скажите, большинство студентов поддержало решение того, что институт остался в Донецке? Я думаю, что решение остаться в Донецке – это лучшее. Не стоит переезжать в Красный Лимон. У нас очень хорошие условия для проживания и обучения. А там, куда бы мы ни переехали, все будет новое. И что самое главное – незнакомое. Жилье, вуз, помещение, техника и даже преподаватели. Так что решение остаться в Донецке – это лучшее решение. Я думаю, что это самый верный шаг, что институт остался в ДНР. И это так и должно быть. И высшие учебные заведения должны политизироваться. Они должны оставаться. Они принадлежат Донецкому народному республику. Они должны оставаться. Скажите, а с чем связано решение властей с переездом на территорию подконтрольной Украины? Ну, причины разные, может. Некоторые, может быть, под давлением украинских властей. Некоторые, может быть, экономические предложения сделаны. Так что тут тяжело сказать. Но я думаю, что две основные причины, что они были вынуждены, во-первых, именно войны и политические ситуации в ДНР. И, во-вторых, я думаю, что это было, во-первых, в начале стадии. Они не видели, что Донецкая народная республика сможет становиться и защищать себя. В начале, вы сами знаете, конечно, больны такой. Я думаю, если вот такой же вопрос при сегодняшней ситуации задать, они уже говорят, нет, мы останемся. Во-вторых, конечно, политическое давление. Представьте, там, профессора, там, директор, это все, чтобы не терять свою работу. И, третье, как я сказал, есть некоторые, будем говорить, везде есть диверсанты. Может, некоторые хотели, как бюджетная, работу провести, чтобы как-то ослабить вот именно значение и мощность ДНР. Как вы воспринимаете изменения, которые произошли с образованием ДНР? Да, я сам в стране, в которой тоже ситуация у нас уже давно. Это праведливо, мне кажется. Каждому он должен защищать свою семью, своей землей. Поэтому, что происходит здесь, мне это толкает, что остаться сюда. Насколько я вижу, у людей есть цел, за чего этого делать. Поэтому, да, я отвечаю, что мой ответ, что это, да. Скажите, а вот события в Ираке, вы же из Ирака. Да. Напоминают как-либо события, которые происходят здесь, в ДНР, те события, которые могли происходить в Ираке? Да, я родился в стране, в которой постоянный конфликт, люди борются давно за правдой, и люди хотят жить свободно, не от какого-то влияния. Поэтому, да, я вижу тоже здесь как-то последние события в стране, что появилась новая власть и новое государство. И вижу, что люди этого не хотели, насколько там было, и поступали неправильно с киевской стороны, имею в виду в Киеве. Поэтому, да, что здесь это факт, что люди должны защищать свою землю. В Донецке, мне кажется, все идет правильно, все в той самой пути. Да, мы заканчиваем образование, здесь будет лучше, и жизнь не вернется к своей степени, уровню. Да, в данный момент трудно, но мне кажется, что все будет хорошо. Я считаю, что, я не считаю, но так и даже, а так оно и есть, что система высшего образования в Донецком республике, это на очень высшем уровне, независимо от военной ситуации, что она как у вас происходит, она останется сильным и будет сильным. В ней ничего не изменится. Я считаю, что наоборот, в основном история показывала в тех регионах и районах, там, где война была, наоборот, образование сильнее становилось, потому что тогда человек старался больше к науке и к высшему образованию, что знали после войны или после окончания кризиса нужны будут специалисты. Так что, насчет, оно никакой отрицательной влиянии не будет иметь на уровень образования в ДНР. Она была высшая и она останется таким же. Ну, я считаю так, прежде чем Украина обвинит ДНР в этом, я думаю, что вы недавно видели, что сами украинцы в одной из, я забыл, в каких из городах в школе были, что они придавали в школе, вот именно они инициаторами таких мероприятий, что в школе продавали там сок из русского солдата, пирожок, русский танк и, будем говорить, салат, бюджетных солдатов. Я думаю, что это вопрос, скорее всего, их касается. Им надо знать, что они почему-то в таких учреждениях делают, будем говорить, место создания национальных, националистических укрытий. Ну, во-вторых, я думаю, что это объяженность любого руководителя и любого народа, что именно патриотизм надо с детства, с детского сада, со школы, в университете учить. Я в этом ничего плохого не вижу, наоборот. Я думаю, что оно так и должно быть, и ДНР все правильно делает, чтобы научить народу детей из детского сада, что Родину надо любить и надо ее защищать. Тут ничего плохого нет, это нормальное человеческое явление. Нас так учили, мы будем учить, и дальше будем учить. Это все нормально так и должно быть.